Вот это 0,5 для скоростных поездов, 0,1 для вождения курьерских скоростных поездов, 18 для скорых поездов. Это только третья часть его коллекции, а всего локомотивов и вагонов у Артёма несколько сотен. Для остальных поездов коллекционер ещё не успел построить полки в новом доме. Собирает модели он всю жизнь, а железной дороги грезил с детства. Мои любимое занятие с дедушкой было ходить к железной дороге, я мог часами стоять. Пока он говорит, я уже замёрз, я уже не могу, я говорю, давай ещё один товарнячок. Вырос и решил не расставаться с железкой, никогда стал помощником машиниста. Но страсть к мини-поездам не пропала. Сейчас в коллекции локомотивы разных стран и эпох. Самый старый – вот этот немецкий паровоз, ему больше полусотни лет. Хотя для коллекционера важнее не возраст, а история каждого поезда. Этот обычный советский состав, таки ещё ездят в Полтавской области, дороже немецкого раритета. Цены, наверное, всё-таки этот электродизель-поезд, потому что годы завод развалился, мы забирали с цеха уже с полуразбитого завода. То есть он ценный, его сколько просили мне его продать, а я не продаю. Самая простая модель локомотива стоит около 500 гривен. Предела в цене нет. Есть и такие, за которые коллекционеры выкладывают по несколько тысяч евро. Всё зависит от детализации. Все модели – не просто игрушки, а точные копии настоящих поездов. В кабинах некоторых локомотивов сидят машинисты, вагоны разделены на купе, на окнах шторы. В них даже можно посадить настоящих пассажиров. Но главное, что должны делать мини-поезда – это ездить, уверен Артём. Его мечта на чердаке дома – построить огромный макет. И запустить свои сотни поездов на всех 40 квадратных метрах. Показывает, как они ездят, пока только на маленьком участке рельсов. Всё по-настоящему. Даже скорость набирают, как их большие собратья. Вот здесь стоит программа, выполняется плавного разгона и плавная остановка. Когда-то у него уже был макет. Сейчас его остатки хранятся в подвале. Тут же всё электрическое. Лампочки, всё работало. Светильник, всё. Когда он включался, в домах свет горел. Всё работало. Тепловозы, электровозы ходили. Построить новый – дело не дешёвое. Смеётся, нужна сумма с шестью нулями. Но это если всё покупать в магазинах. По сути, платить можно только за рельсы и поезда. Их у коллекционера и так в досталь. Всё остальное можно делать самому, как в этом старом макете. Дома здесь из картона, горы и насыпи из папье-маше. Деревья – это засушенные цветы, а столбы вдоль дороги – палочки от леденцов. Так что запускать у себя дома поезда может каждый. Было бы желание. В тайне все хотят иметь дома железную дорогу.